Уважаемые друзья, у нас сегодня погода, немножко в прокладе стала хорошая обстановка. Хотелось бы всех поблагодарить за устройство данной акции. Она у нас прошла, считаем, очень благополучно. В первую очередь, поблагодарить Фаин Зиновину за ее неудержимый порыв, который она всех нас вдохновила. Все районы приняли участие. Всем огромное спасибо при поддержке, соответственно, правительства, Родинского области, Департамента культуры. Данная акция у нас прошла в очень хорошем формате. На днях мы в правительстве Воронежской области прошла награждение, было именно на высоком уровне. Приезжали с Москвы представители, организаторы данной акции. Было все хорошо. Фаин Зиновину подарили часы. Очень хорошие нитры от губернатора. Что, да, Родин? 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 Это был сюрприз. Я говорю, что очень много лет никому не надо. Но это подарок не мне одной. Это подарок всем, вам. Без вас бы я ничего не делала. Вот Максим очень большую работу. Богачева, огромную. То есть все взялись, вот все взялись, скорее, скорее, скорее. Все делали, делали, делали. И поэтому никто в России такого не сделал. Все ограничились, вот поплясали с танцами, вот поплясали в День Победы и все. А у нас еще мало того, что поплясали. Вот Надя плясала прям со всеми вместе. Плясал синий платочек какие-то молодые девушки. Пел синий платочек девчат из Сенармонии. Так было великолепно. Огонек тела Настя. И даже Лерочка. Это девочка, которой 2 годика Лерина. Она на машине с ней едела и во время ковида раздавали всем и куличи, и все, понимаете. Так что всех подняли от мала до велика. И спасибо вам большое. Значит, мы думаем, что на этом акция не закончится. Потому что добрые дела можно делать каждый день. Каждый найдет, кому чем помочь. Что-то принести, полечить, убрать, город скопать и все такое. Особенно у вас там найдутся дела. Все это мы опять будем, вы будете присылать сюда. Мы это будем опять, как бы, заводить такую папочку и потом опять устроим. И это сколько мне Господь даст здоровья. Будем все время делать, делать и делать. Спасибо вам всем большое. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас у нас в гостях и поздравить с замечательным праздником Днем Победы. День Победы – это самый значимый праздник не только для России и наших граждан, но и для всего мира. Время идет. И тех самых защитников, кто видел войну своими глазами, кто защищал мирное небо над головой, становится все меньше. Теперь им нужна наша поддержка и забота. Каждый год проходит много разнообразных акций, направленных на вовлечение молодежи в помощь, на создание неразрывной связи между поколениями, на укрепление ветеранами патриотизма. Но есть проект, который отличается от остальных. Это всероссийская акция «Синий платочек» в память о вкладе женщин в победу. Акция «Синий платочек» в Воронеже впервые прошла в 2018 году и с тех пор стала традиционной. По своей миссии она стоит наряду с Георгиевской ленточкой и Бессмертным полком. Этот проект показывает историю войны, перечеркивая утверждение «У войны не женское лицо». Задачей акции является возвышение голоса женщины, матери, хранительницы очага. В деле борьбы за мир. Ведь более 800 тысяч женщин сражались наравне с мужчинами, работали в госпитале, воевали в партизанских отрядах. А «Синий платочек» сейчас стал символом мирного и чистого неба над головой. Поклон вам миссии, женщины войны, медсестры, жены, матери, солдаты. За то, что вам сейчас, как и когда-то, тревожные ночами снятся с нами. За то, что вам неведом был покой, с улыбкой и бинтами в арсенале. Солдат на родном бюджетах над головой. И с ними вместе шла на смертный бой. А сколько вы спасли в ту пору жизнь? Из раненых бойцов, закрыв собою, под пулями тащили с поля боя. Крича, солдатик, родненький, держись. В тылу трудились тоже по-мужски. Две смены на износ. А вечерами от голода ослупшими руками на фронт врезали теплые носки. Поклон вам низкий, женщины войны. За вашу доблесть, мужество и силу. За то, что слишком рано вас накрыла. Война поклонна, скромно. Сиди вы. Что это творите? Это стихотворение Юлии Шаховой, женщины войны. Юлия Шаховой, женщины войны. Надо его перепечатать и внести вот в эту программу, чтобы его все гнали. Хорошо. И мне... Давай я напишу тебе свою почту. Да, да. И на учебе. Ой, замечательно. Все, у нас, видите, у нас все время прибавляется все, понимаете? Вот, как бы, прирастает к нашим живыми словами, живыми делами. Вот, пришла сюда и все прирастает. Вот, замечательно. В 2020 году, в годы празднования 75-летия Великой Победы, волонтерами культуры регионального центра Воронеж волонтеры культуры и сотрудниками библиотек области в рамках акции «Синий платочек Воронежский» была проведена большая работа по сбору информации о женщинах, которые внесли огромный вклад в освобождение родной земли от немецких захватчиков. В ходе акции волонтерами было собрано и обработано более тысячи анкет. Проведены десятки встреч, различных тематических мероприятий, подготовлен фильм-презентация «Судьба синего платочка Победы». Ведь каждая анкета – это рассказ о настоящих женщинах-героинях в военной истории. «Новая судьба и новая история». Это слагаемые Великой Победы от женского сердца. Идейным вдохновителем и организатором акции «Синий платочек» в Воронежске стала Фаина Зиновьевна Блинчевская. Врач, кандидат медицинских наук, член Совета ветеранов Воронежского медицинского института имени Бурдет, краевед, писатель. Фаина Зиновьевна имеет памятный знак «Воронеж – город воинская слава» и медаль «За заслуги перед пасмонавтиком». Фаина Зиновьевна – руководитель международной программы «Синий платочек» в Воронежской области. Также является членом федерального штаба «Синий платочек». Уважаемые друзья, Фаина Зиновьевна сегодня у нас в гостях. Большие дни вас, дни вас, дни вас, дни вас, дни вас, дни вас. Поздравляем вас с Днем Победы и выходом вашей книги «У войны женское лицо», которая посвящена памяти женщин, которые стали действительно примером твердости характера, бесстрашии, героизма и любви к своей родине. Фаина Зиновьевна, расскажите, пожалуйста, о своей новой книге. Так я думаю, значит, книгу эту я сначала назвала «Творческое исследование», потому что я на самом деле провела творческое исследование, потому что найти этих женщин в интернете, найти обо всех их подвигах, найти их памятники, где они похоронены, найти песни, как я назвала, с женским лицом Исааковского, Блантера, Константина Симонова, стихи. Это была очень большая работа. Я ее с большой любовью, с большим удовольствием я ее делала, потому что мне открывались все новые и новые поступки, новые герои. Как бы я сделала эту книгу и была очень рада поделиться ею, потому что ведь мало кто знает о том, что в ней написано. Но мы сделали несколько экземпляров в копицентре, а потом никак не могли найти деньги для того, чтобы отпечатать эту книгу в большом количестве с типографией. Дело в том, что я написала книгу «Сад пионеров. Трагедия войны». Это о страшном событии, которое произошло 12 июня 42-го года в Саду пионеров. И тогда нам дали, комиссия дала нам деньги на 300 книг. А у них такое правило, что раз в 5 лет дают только на книги. Ну и вот именно библиотека Кубанева наскребла, по сусекам, как говорится, вот на эту книгу. И я вот так благодарна этому, что мой труд будет очень полезен на многие поколения. Поэтому вот спасибо вам большое за то, что наскребли деньги на эту книгу. Она пойдет потом. Еще будут перепечатывать. Еще, я думаю, что она будет очень востребована, ну, в библиотеках само собой. Я думаю, мы сделаем пробную партию в наушной книге штук 100, а металь положим. И сделаем ее дешевой. И она пойдет, пойдет, и мы посмотрим. Ну, я думаю, ее будут покупать. И она тогда, вот, понимаете, размножится. И будет, как говорится, мой труд. Ну, как бы я буду очень довольна. Вот, наверное, символично сегодня, в день 99-летия пионерской организации, встретиться именно, подводя итоги акции «Синий платочек». Вы слышали, как говорили о том страшном событии, которое произошло в парке пионеров, да, Фанзиноевна. И наши самые юные, а теперь уже многих нет, а многие уже стали убеленной седелой, наши предки, наши прадеды, деды, бабушки, они были совсем тогда юными, совершали великие подвиги пионерские, делали великие дела во благо Великой Победы. Я хочу искренне спасибо сказать каждому из вас, потому что вы олицетворяли акцию «Синий платочек» на территории муниципальных образований. Нам с вами была предоставлена такая важная миссия. И в каждой анкете, в каждом видеосюжете, конечно же, была судьба. Судьба и тяжелая доля женщин в годы Великой Отечественной войны. Поэтому за ту работу, которую вы проделали на местах, за тот результат, который сейчас, я надеюсь, прозвучит, и Дефаин Зиновна еще раз подчеркнет, сколько собрано анкет, а нашим региональным центром вместе со всеми муниципальными волонтерами культуры собрано более 3,5 тысяч анкетов. 7,5 тысяч? Потому что в акции принимали участие и медицинские работники, и медицинские учреждения. Но если бы не коронная, то это вообще было. Да, естественно. Мы понимаем это. Но тем не менее мы успели сделать большую работу. Я истинно благодарю всех. Искренне благодарю нембомонную. Наверное, это совсем сказать так, это неправильно. Надо сказать, что истинная легенда. Легенда, поэзина, вы легенда. Легенда, 93 года человеку, но она смогла организовать, нам не давала покоя, всем вам не давала покоя. А самое главное, есть огромный, великий результат. Фаина Зиновна, преклоняемся перед вами, перед вашим вот таким вот вкладом в большое патриотическое дело. Искренне благодарю, спасибо. И благодарю. Я сказала уже, что это вот благодарность, это всем вам. Потому что без вас, а что бы я делала? Одна, крутилась бы дома, сидела перед компьютером и, наверное, рыдала бы. А то мне каждый день, каждый день такая радость, такая радость прям приходит. Ой, ой, еще пришло, ой, боже мой, еще пришло, еще. Все складывается в одну копилочку, все организовывается. Но Шендриков, это великий человек, вы понимаете, этот бед корыстно совершенно. Он, мы работали, я говорю, ночами с ним. И он сделал, я говорю, два с половиной часа только торжественную часть. И конце, вы понимаете, и он работал две ночи подряд перед тринадцатым числом, для того, чтобы его отпустили вот на это торжество, и чтобы он такую награду получил за это. Поэтому мы сделали все вместе, и я уже сказала, будем продолжать. Я хочу сказать, что коронавирус когда был, то благодаря вот инициативе фонда «Русская земля» и лично Анны Даниловой, мы же с вами еще активно участвовали в акции по передаче эпидемиологических средств. Вы помните, да, мы передавали советам ветеранов. Куличи, патрульщи. Но надо сказать, что инициатива Фаины Зиновиной еще в том, что она организовывала какие-то подарочные продуктовые наборы и для наших ветеранов, передавала, поднимала всех своих знакомых, друзей, коллег и подруг, своих детей. Они сидели в памятнику, да, все, 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 все. Поэтому вот безряно сказала, что наскрепли, да, фраза такая. Почему? Потому что мы понимаем, когда сверстан бюджет, и в библиотеке Кабанева есть свой мизер, который уже прораспланирован, но тем не менее, вот, чтобы вышла свет эта книга, библиотека тоже приложила максимум усилий. Поэтому вот все, что мы сегодня говорим, подводим итоги, это огромная работа всех нас, всех вместе взятых. Поэтому искренне благодарю, поздравляю с Днем Пионерии, желаю пионерского задора, пусть в каждом алгоритме в душе. Я сейчас вам расскажу. Значит, у меня есть книга, семейный альбом называется, там есть фотография, меня, я пионерка. Значит, вот прямой рядок, мне 10 лет, вот такие косы, банты завязаны, и здесь у меня красный галстук и значок. Вы, наверное, не знаете, был значок, три пламени таким. И там написано, как песня, гимн пионеров. С дети с кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, лишь пионера всегда быть готов. Ура, ура, ура! Уважаемые коллеги, мы в свою очередь хотим тоже поблагодарить Елену Николаевну, которая внесла огромный вклад в реализацию этой акции. Хотим передать благодарственные письма Елене Николаевну вам от нас. Спасибо, потому что пришлось, конечно, сделать, жизнь продолжается, да, и пришлось передать эстафету руководству акции и вообще деятельности регионального центра «Воронеж волонтеры культуры» Оксане Васильевне. Ну, сейчас мы встречаемся с работниками культуры, но уже в другой сфере, в другой области, но тем не менее мы все... Мы продолжаем дружить, сотрудничать. А я дарю свою книгу, я уже говорила, вот сейчас я вам дарю этот труд, и вы его будете распространять, пропагандировать и на этом учить всех своих читателей, читателей во всей области. Спасибо вам большое. Мы хотим сказать огромное спасибо вам за вашу книгу. Она поможет сохранить историю о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Ну, я все вам сказала. Во-первых, вы посмотрели одну тысячную долю всего. Вам пришлют мою почту. Она легкая. Волонтер всегда, всегда. Собака. Яндекс.ру Я вам пришлю всю торжественную тщательно два... Я просто хочу вам сказать, что приветствие и благодарность прислали на мою почту Бывший наш губернатор Гордеев Он очень всех благодарит за большую проделанную работу И, значит, дальше Губернатор Гусев Благодарит Гордеев и Гусев меня лично тоже благодарят Дальше Ревенко, который знает, он возглавляет тут патриотическое движение, с которым мы ходим. Вот я сейчас отсюда поеду на памятник в саду пионеров, где погибли очень много больших стадеток. И выложу вот эти цветы. И дальше, значит, Ксенин, Мазу поздравляет. А затем я в своем интервью Коротко говорю, что Нас вот так вот поздравили очень хорошо, вы видите, как все. Но оно все вам будет показано. И перечисляю, всем благодарю, кому грамоты вручили, за то, за то, за то, за то, за то. И, в общем, еще есть такая Размустова, Зинаида Ивановна, которая, значит, маленькой девочкой, 13 лет ее увезли в целый состав детей от родителей в Сибирь. Она работала на военном заводе, детали делала. А потом, когда приехала в Воронеж, она кончила школу, кончила Романа Германский, стала доцентом и учила всех этих самых студентов из Африки, из Кубы, всю Африку. Сама на Кубе много лет работала. И они звали ее мамой. И потом приехали на столе этого университета. И между собой встретились. Они работали и в ООН, и послами во многих этих республиках. В общем, опять к ней приехали. И мы, когда получили ответу, мы пошли к ней домой, взяли интервью, все это будет показано. И в общем, потом, в общем, женщина просто легендарная. Все это будет показано. И потом еще будет показано то, что вы никогда не увидите. Это в роддоме я проводила акцию. Но мало того, что там беременные женщины вот так гладили вот такие животы и пели синий платочек. Тут же потом родили, на них они валили. И им потом все это подарили. Все это. И потом в колыбельках они, значит, это самое, лежат. И потом муж встречает уже и синим платочками дарит эти фотографии. И потом, да, и еще красную зону. И они рожали. И прям главный врач Иванов показывается, и потом рожает. вытаскивает детей. Вот это все вы увидите. В общем, очень интересно. Так что, да. А потом, еще я, сейчас я вам прочитаю. Где книга? Дайте мне книгу. Сейчас я вам прочитаю. Здесь не получилось. Я вам прочитаю. Симонова стихотворение «Жди меня». Известное. Ну, где он? Жди меня, я вернусь. И, в общем, мы нашли вот кулаков, которого застрелится. Прочитаю мне по телефону стихотворение Елены Михайловны Шельман. Возвращение. Елена Михайловна поэтому была, до того, как потом пошла в процессорский отряд, потом ее, значит, поймали, на глазах ее расстреляли маму-папу, потом ее увели, заставили ее копать могилу себе, застрелили, и, значит, она погибла в этой могиле. 20 лет не знали о ней ничего, но потом нашли. И, в общем, там где-то памятник стоит. Но вот она еще до этого прочитала стихотворение Симонова и написала стихотворение. Я его прочитала вот тут. «Возвращение». «Это будет. Я знаю. Не скоро быть может. Ты войдешь в бородатый, сутулый иной. Твои добрые губы станут суше и строже, опаленные временем и войной. Но улыбка останется. Так или иначе я пойму, это ты не в стихах, не во сне. Я рванусь, побегу и наведу заплачу, как когда-то уткнувшись к сивушине. Ты поднимешь мне голову, скажешь, здравствуй, непривычной рукой по стене проведешь. Я слепна от слез, от ресницы, от счастья. Это будет не скоро, но ты придешь. Я хочу предоставить слово директору Воронежской областной дюймблиотеки имени Василия Михайловича Кубанева, Поповой Оксане Васильевне. Уважаемые коллеги, я очень рада вас всех приветствовать сегодня на нашем замечательном, я даже сказала, знаменательном, очень важном мероприятии. Но сначала мне бы хотелось выразить огромную благодарность своей Низиногой за ее новую книгу, за ее огромную, большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, за реализацию в нашем регионе программы «Синий платочек», которая помогает повысить внимание всех поколений к сохранению исторической памяти о годах тех женщин в годах Великой Отечественной войны. Вам огромное спасибо, Фаин Демон, за ваш труд, за ваш вклад в это очень-очень важное дело. От нашей библиотеки мы хотим вручить вам благодарность. Эти цветы я сейчас отнесу на памятник, памятниками на театральную улицу, где были брошены бомбы и погибли детки. От вас, от всех я им поклонюсь. Значит, ты, кто в Воронеже живет, можете приехать. 11 июня этого года мы там проводим День памяти, не проводили только из-за коронавируса в этом году, а там сценарий разрабатываем я и Чернобоева, где рама приводит. Значит, это, ну, раньше было много свидетелей, теперь уже почти никого не осталось, все не верли. Сейчас делается новый памятник, где будет скамеечка, где будут игрушки, где будут пончики, которые им выдавали бесплатно, разбросанные, где будет все написано. Значит, сейчас поедем, положим от вас от всех, вот, поклонимся этим невинным деткам. Вот, я жила рядом тогда, мне было 12 лет, на Коклопокровской церкви, а это буквально рядом, но меня мама не пустила. Наверное, Господь сохранил для того, чтобы я потом написала книгу. И еще кинофильм создан по этой книге. Вот всем, дайте, мы разошнем и финансируем. В общем, все, все, все. И книги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.